всем привет с вами Денис сегодня новости на канале чтобы выжить итак поехали водители подключенных сервис яндекс такси жалуются на сокращение гарантированных выплат от компании это связано со снижением числа поездок связи с карантином таксистов готовится перебросить на доставку продуктов а летом их ряды готовится пополнить менеджеры которые попросту останутся без работы гарантированные выплаты за 30 поездок значительно упали по всей россии пиар директор яндекс такси исаев пояснил условия в разных городах отличается и могут меняться компании в данный момент яндекс такси наблюдает значительное изменение структуры заказов в ближайшие месяцы компания намерена поддержать партнеров и простимулировать рост заказов направив на эти цели 500 миллионов рублей по словам исаева драйвером такси может стать доставка товаров яндекс такси планирует вложить средства в это направление группа компании везет кстати уже работает в этом направлении на данный момент компания везет ведет переговоры с ритейлерами и планирует организовать бесконтактную доставку пилот которую планируют запустить сразу же в нескольких российских городах доставка через таксистов такси везет в городах где она работает составляет 200 рублей также гарантированные доплаты и за снижение спроса оптимизируют и компания сити мобил которая входит в сбербанк email group в столице россии в отдельные дни число поездок падал аж на 30 процентов в дальнейшем ситуация не изменится считает руководители компании сити мобил и поэтому тоже прорабатывает сервис доставки чтобы загрузить как-то таксистов и не оставлять их без работы эксперты указывают что уже в июне ряды таксистов пополнит менеджеры которые останутся без работы в общем российские сервисы заказа такси и таксомоторные парки начали фиксировать снижение спроса за свои услуги связывая это с действием противоэдемиологических мероприятий по коронавирусу совет 19 и в общем снижение деловой активности в стране многие уже задумывают о том чтобы свернуть свою предпринимательскую деятельность чтобы не терпеть убытки и не изнашивать технику другие же по словам некоторых экспертов пустились во все тяжкие инсценируют дтп чтобы получить страховку со страховой компании и за счет страховки как-то погасить кредит на взятые ранее автомобили для работы в такси запаса прочности не было практически ни у кого люди просто перестали ездить а средний чек упал на 50 процентов дело дошло до того что на заказы эконом приезжают автомобили класса комфорт и комфорт плюс большинство таксомоторных парков работают с водителями по договору аренды то есть водитель за 12 часов должен заработать на аренду автомобиля 1300-1800 рублей это в классе эконом а в классе комфорт такие машины как toyota camry он должен был отдать за аренду 2500 рублей плюс к этому машину надо помыть заправить зимой залить не заберзайку плюс еще отдать процент агрегатору и отдать процент таксопарку естественно при нынешнем спросе водители не вывозят такие суммы а потребитель тоже не дурак и во многих случаях виде по приложению что к нему едет hyundai solaris или рено логан скидывает заказ и ждет когда к нему приедет toyota camry чтобы проехать по тарифу эконом на комфортном автомобиле класса комфорта плюс также существует такая мысль что со снижением спросом усилится отток желающих работать в такси ведь ни для кого не секрет что в последние годы граждане россии заменялись на рынке труда мигрантами но теперь и они могут потерять интерес к этой работе из-за низкой стоимости услуг сами таксомоторные парки тоже находятся не в лучшем положении ведь большинство таксопарки куплены в кредит в последнее время участились случаи частых дтп с машинами такси такое ощущение что машины бьют специально чтобы как-то получить страховку и загасить кредит многие говорят что еще месяц-два такой обстановке и машины будут просто бросать там где их и оставили в общем судя по этим новостям скоро все уйдут в подполье и будут работать за наличку как раньше или из таксистов сделают яндекс доставщиков это единственное правильное решение наверное в этой ситуации вот такие новости такси которые заинтересовали меня сегодня но нижнем новгороде сегодняшнего дня обведен режим самоизоляции как и во многих городах россии его вводят как и ввели в москве чтобы снизить распространение эпидемии романовируса так что чаще проветривайте свой автомобиль протирайте ручки салона влажными салфетками протирайте руки вот такие краткие новости которые меня заинтересовали сегодня по россии будьте внимательнее всем удачи всем здоровья пока пока